привет всем влад яковлев это мой друг из кавеля из украины мы с ним разговаривали в прошлый раз об альбоме народного ополчения которые я начал сводить и он помогал мне в этом а потом сейчас вот когда началась война мы с ним списывались я узнавал как у него там дела и узнал что у него есть инструменты прикольные у него есть цимбала огромные и мне было очень сложно вылезти из состояния такого депрессивного в котором я вообще не мог музыку слушать единственное что мне помогло это то что я написал песню на украинском я попросил его наиграть туда на цимбалах и после этого я смотрю у него 1 июля вышел альбом офигенный альбом о котором я захотел с ним поговорить у альбома офигенный звук совершенно и влад сперва рассказал мне какими способами такая милота достигается а потом рассказал какие жуткие истории должны произойти чтобы вообще такой альбом можно было записать так что слушайте до конца в этот раз мы общались не через зум просто через telegram переписывались поэтому извините картинки у нас нет слушай я очень хотел тебя расспросить влад потом как ты писал этот альбом потому что там есть звук какой-то знаешь который меня очень заинтересовал ну понятно что ты там барабаны как-то рисовал здесь чего-то делал но даже вот барабаны вот как ты сделал это первый вопрос второй вопрос это что у тебя за гитара как она записана каким способом потому что мне очень понравился звук гитары прям очень ну и потом такой респект прямо вот за этот дабл вокал везде повсюду потому что я сколько не пытаюсь его сделать вот так вот как это звучит именно вот у тебя и во многих в моих любимых группах вот такой голос у меня кто-то никогда так не получается я не знаю почему честно просто любопытно как это выходит он сам такой знаешь может быть я слишком тупо профессионально к этому подхожу и я как-то сразу делаю какие-то вещи какие-то движения знаешь которые лишают его вот этой неровности такой знаешь которая там есть она такой знаешь мне такой шарм вот в этом звук этого голоса что прямо как-то не знаю меня завораживает каждый раз как это слушать мы вообще его прослушал этот весь альбом прямо шерсть вставала нам знаешь на голове иногда такой смр знаешь от приятных каких-то ощущений таких короче очень крутая штука прям вот реально ты зацепил какие-то мои вот любимые стили знаешь что то такое вот может быть это просто твой месседж вот этот с тем сколько ты вложил сам в это все может быть это тоже до кучи естественно это тоже в общем я тебя очень респектую за этот альбом прям офигенная работа фиде привет очень рад тебе слышать большое тебе спасибо за такие приятные слова и в том числе за заботу и за интерес я тебя тоже очень сильно респектую за все что ты делаешь вот не предпочитать тебя респектуал вот но за последнее время ты делаешь очень очень колоссальные большие вещи очень нужны и очень важны за что тебя огромное приогромное спасибо и при огромный респект все вот по поводу записи могу сказать что барабаны я делал в такой драм до машине в онлайн режиме там она такая очень очень простенькая в принципе была вот но там даже была возможность как-то панорамировать барабаны там как-то еще их менять и печить и так дальше вот так что я как бы делал какие-то скажем так наброски там а потом из этого всего делал уже петли вот как-то их замедлял ускорял так далее вот кроме одной вещи во втором треке но там по сути это первый трек где есть барабаны вот там живые барабаны на которых играю я но они тоже запитчены замедлены получаются вот это же там склеены с разных частей скажем так вот а еще помимо этого всего там я в некоторых местах еще параллельно вставлял эти же дорожки те же барабаны вот только я их прогонял через overdrive и получался такой несколько грубый жесткий звук до сядки чуть-чуть домешивал вот потому что по себе вот этим барабан и из рам машинки они звучали несколько механично все старался сделать их максимально приближена к живым барабаном вот но все равно не изучали как-то слишком механично и поэтому и вот при помощи такого способа чтобы домешать чуть-чуть overdrive вот они стали как-то более живыми мне кажется ну даже не то что более живыми у них появилась какая-то такая необходимая атака и вот дальше по поводу гитары записано все на гитаре сквайр джаз мастер ну вот она такая у меня гитарка где-то года два или три уже вот я из нее редко в принципе использую потому что звук у этой гитары очень такой специфичный и в принципе скажем так у меня есть еще и сквайр ягуар вот эта гитара более универсальная то есть это как бы такая моя рабочая лошадка вот а вот джаз мастер он очень такой специфичный со своим звуком вот и поэтому в принципе я как-то использовал эту гитару для альбома поскольку мне в чем-то хотелось добиться такого звука как ну типа my bloody valentine sonic use типа такого у него они как раз очень активно используют эти гитары вот именно джаз мастер вот и поэтому звук получился очень такой своеобразный специфичный потому что из этой гитары вот вот эта гитара в принципе как-то так и звучит на самом деле вот то есть так как ее ни крути она вот все равно будет прорезать именно вот стоит атакой которые у нее есть вот и с теми резонансами вот так что вот эта гитара и в принципе использовалась мной вот ну и по поводу вокала вот спасибо тоже за комплимент так сказать потому что в принципе мне свой голос никогда не нравился ну касайте это наверно у многих так есть и вот это дабл дабл треком это все было записано чтобы как-то но у меня голос не сильно имеется ввиду что я не могу там петь слишком громко вот и по самоподаче он мне такой довольно довольно тихий слабенький скажем так и поэтому я всегда стараюсь прописывать все дабл чтобы хотя бы был какой-то объем что ли к этому всему вот а записано это было на очень такой дешевый и шурик микрофон вот которым я в общем-то остался даже уже не помню откуда он не появился этот микрофон вот и вот как-то так вот и и на сам вокал там буквально там я чё-то наложил чуть-чуть ревера где-то чуть-чуть дилея вот то есть там обработки на вокала очень мало на самом деле просто за счет до за счет того что это запрописано ну там основной вокал два раза прописывался даблом вот то появился какой-то такой некий объем вот ну и там же я ничего не тюнил то есть там все мои лажи какие-то не попадание в ноты они все слышны но мне кажется что с другой стороны это добавляет этому всему какой-то не знаю какой-то живости натуральности и так далее то есть у меня принципе такой принцип автология получилась вот что лучше уж и там вокал будет не обработанный да не 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 тюнинг и и так далее но зато в этом как бы будет такая вот правдивая сторона что ли ну вот это все будет более честно как мне кажется если тебе не запарно расскажи еще пожалуйста вот про саму идею этого альбома ты об этом писал уже но если ты вот словами расскажешь это прямо будет очень классным дополнением вообще ко всему этому тексту расскажи вот про своего друга и про может быть если можно расскажи про его ситуацию как это все получилось потому что такая инфа сейчас она для нас для всех она как-то важна и меняет наше наше мировосприятие я надеюсь с началом полномочердной войны то есть после 24 лютого когда возник некий ступор вот на фоне всего происходящего который наверно был не только там у меня наверно был едва ли не у многих возникло такое ощущение что нужно что-то делать в том числе в плане творческом чтобы как-то это передать как-то несколько выйти из этого состояния то есть разбудить себя руштурхаты так сказать вот я начал доставать вообще какие-то старые записи которым не планировал даже возвращаться потому что даже не знал что с ними делать и в тот момент либо еще до начала ну в принципе да сама идея она возникла сама идея записать что-то в рамках проекта вязаны мора она возникла еще до начала полномасштабной войны но вот после этого это возникла вообще сильная нужда вообще в том чтобы что-то сказать что-то записать и и буквально где-то за месяца два я записал инструментал весь то есть я как-то так размеренно когда была возможность им было какое-то хотя бы хотя бы небольшое вдохновение для того чтобы что-то делать вот я просто записывал музыку вот и сначала это вообще должно было быть такой небольшой EP всего там из трех треков но потом возник еще один трек потом возник еще что-то возникло еще что-то и я понял что нужно делать ну такой полноценный альбомчик пусть даже небольшой вот и когда был готов инструментал возникла тоже такая некая проблемка в том чтобы написать тексты потому что такой момент что с начала войны у меня просто потерял потерялся дар речи в плане текстовом поэтическом и так далее то есть с того момента я не описал ни одного ни одного верша так сказать и я ну поступил таким образом я начал внутренние какие-то свои старые тексты которые я не использовал практически ну или фрагменты тех текстов которые не использовал и я с удивлением обнаружил что некоторые фрагменты этих текстов они очень просто подходит к этой ситуации сегодняшней да то есть когда я это писал я совершенно об этом не думал и конечно что не было такого предположения что что-то начнется да а после того как началась война эти тексты начали восприниматься совершенно по-другому совершенно в другом контексте вот и таким образом я просто где-то использовал старые тексты где-то дописывал уже что-то новое вот и после того как месяц у меня практически ничего не получалось написать что такое к этой музыке буквально за несколько дней у меня по сути уже были готовы тексты я очень быстро это все записал буквально тоже за несколько дней так без особого напряга что называется то есть и и вот тут случилась конечно страшная вещь как раз таки погиб мой друг Дима вот с которым мы были знакомы на самом деле еще очень уже очень долго вот много лет мы были знакомы но именно мы сблизились как-то очень сдружились буквально за последний год и вот его смерть конечно это для меня для многих это был очень сильный шок вот и почему этот альбом и назван был назван как спокий потому что таким людям как Дима честным чистым очень искренним и справедливым так таким людям очень часто не очень просто он живется в этом мире вот и Димке было довольно сложно найти какой-то душевный покой и почему наверное спокий потому что я надеюсь что вот где-то в другом мире другом месте он все-таки этот душевный покой таки нашел то есть что ему 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 там хорошо вот потому что у нас несмотря на то что его не стало у нас какой-то знаешь все-таки некий диалог он продолжается вот и мысленно я все равно с ним как бы обмениваюсь какими-то мыслями идеями вот потому что мне было всегда очень приятно что он ценил то что я делаю вот он всегда мог это очень хорошо аргументировать очень хорошо объяснить то что он чувствует вот и на самом деле он об этом может быть не так много знает наших друзей и товарищей общих но но он сам по себе был очень одаренным поэтом очень одаренным автором вот и вот случилось вот такое вот несчастье ну вот он буквально в середине мая он ушел в армию при этом что он до этого там не служил вот вот и буквально через чуть больше месяца он приехал домой скажем так но уже уже в гробу и как человеку знаешь который очень любил жизнь он он даже знаешь когда мы с ним созванивались он говорил что что я все равно живу приеду живым вот что я вернусь и все такое вот и вот для меня было очень важно чтобы этот релиз я за на море что посвятить его именно ему потому что к сожалению он даже не услышал этот релиз даже на стадии болванок даже на стадии инструменталов к сожалению он даже так его не услышал хотя была возможность но как-то было не до этого знаешь всегда было какое-то наивное осознание того что ну типа еще успеем вот что еще послушаем вот я ему еще и вам покажу что я сделал там и так далее что я придумал вот вот хотя часть часть материала он такие услышал кстати буквально может один-два трека то есть инструментально на таком виде он такие услышал вот то что я могу вот рассказать об этом всем вот то есть парень был очень талантливый очень не искренний и конечно вот таких людей мне будет знаешь очень не хватать потому что когда вот пришло осознание того что его нет знаешь это такое ощущение что как будто это вот часть того мира который он был она умерла просто вот эта часть вот что что то чего то не стало внутри даже вот и у многих моих знакомых друзей знаешь они как то себя успокаивают тем что ну что он просто куда то уехал в другую страну в другой город там поехал просто куда то там мандруваты или что то еще вот а у меня такого сынеет потому что я понимаю что я ему больше ничего так не покажу что мы больше не посмеемся вместе что не поделимся каким то планами идеями потому что у нас процесс общения знаешь что это постоянно были какие то идеи сделать какую то группу там не знаю там great black metal например там всякое такое вот то есть у нас там даже были там целые концепции как это все сделает то есть там кто будет на чем играть кто будет петь там и так дальше то есть планов конечно было очень много но вот к сожалению так так случилось вот с другой стороны вот что меня единственное что может как то в этой ситуации успокоит это то что вот надеюсь что он какое то свое душевное спокойствие он все таки нашел пусть не здесь к сожалению полноценно да но возможно где то там вот как то так что я не знаю что может быть что может быть наговорил слишком много но как то вот эта тема меня опять резанула проняла и захотелось как то высказаться очень полно спасибо федя что что тебе это очень интересно будь здоров не хворай не унывай никогда все будет хорошо но Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok